Дорогие друзья, если вы живете в тех городах, которые здесь написаны, то скоро я туда приеду и мы с вами сможем встретиться на наших шикарных лекциях. Приходите, пожалуйста. За мной год ухаживает мужчина. Он очень богатый, секса нет, но он никогда ничего не дарит, даже цветы, не говоря о финансовой помощи. Мне интересно, процесс ухаживания в чем заключается. Я бы мог допустить, ну возможно, он просто спит с тобой и секса нет. То есть вы гуляете по городу? Прикольно. Тратится только на кино и кафе. Вот, а я заволновался. Я ничего сама не прошу, но разве это можно считать нормой? Ну так за тобой ухаживают, ты и должна сообщать норму. Ну то есть мужик начинает за тобой ухаживать. Ты довольна с ним ходишь, да, ухаживать мужчина сколько-то время. Вот он, пошли в кино, то есть пошли, пошли в кино, походили, спасибо, все хорошо. Мужик понимает, алгоритм такой. Кино, кафе. Женщина довольна, она ничего не просит, она ничего не говорит, она о своих желаниях не говорит. Он думает, надо вгуливать, может киноманка. Ну он просто любит кино человека. Друзья, а теперь смотрите, кто здесь хороший психолог. Я поняла, что уже влюбилась в него. Отлично, тебя водили в кино, ты влюбилась. А, халай, махалай, молодец, красавчик мужчина. И любой мужчина так и поступит. То есть его усилий в принципе уже что? Достаточно, все знают, да, это чудесное слово. Как быть дальше, не знаю. Стоит ли мне продолжать принимать ухаживание? Ну, а в чем проблема? Кино, кафе. Я рекомендую прослушать лекцию, называется «Шесть этапов построения отношений». То есть некоторым кажется, что процесс ухаживания это так. Тебя как зовут? Лена. Я Павлик. И мы год ходим в кафе, там что-то едим, а через год что-то случится некое, ну, удивительное. Надо подождать, что это карантин или чего. Процесс ухаживания люди должны выяснять. Это тот человек или нет. Мужик выясняет, ему все нравится. Ну, во-первых, не шлюха. Ну, год кино ходит и там не кидается. Во-вторых, любит кино. В-третьих, нет никаких желаний. Ну, пока у него все хорошо. Он-то выясняет, а вы выясняете? Или вы чего ждете? Неясно. В семье все хорошо, есть и любовь, и уважение, и взаимопомощь. Но, каждый выходной муж собирает гостей в баню. На протяжении пяти лет я устал от людей. Не готовлю гостя. Иногда даже не захожу к ним. Мужу объяснил, что мне общага не нравится. Сказал, что понял и исправит это. По факту все продолжается. Может, ему надо немножко время. Если он обещал, спросим, как продвигается ситуация по... Ну, мне не надо обливать ее бензином и сжигать баню. Ну, чтобы перестали ходить странные люди. Да. Такое бывает, конечно. Я согласен. Сам попадал в такие ситуации. Мужчина же, он, знаете, такая широкая душа. Ха-ха, давайте, все быстрее, все в баню. Чаще всего эти люди мало знакомы с женой. И жена такая смотрит, опять набежали какие-то странные мужики. И я сомневаюсь, что она тоже идет в баню, там парится, они радуются. Ну, скорее всего, у нее это какой-то геморрой. Да, это там набегут, там это самое, орут, кричат, что-то готовит. А, наверняка что-то готовила. То есть, ну, пять лет ты зачем ждала? Так и сказал Валера, мне это не нравится. Я в этом как бы не участвую. С другой стороны, мужику надо где-то отдыхать. Ну, где-то же ему надо отдыхать. Ну, смотри, он перестанет ходить в баню. Ну, там, ну, скорее всего, он же начнет ходить в другую баню. Я вот домой в баню не вожу. Мы ездим в чужую баню. Ну, такая удивительная история. Поэтому сами определитесь. Может быть, ну, баню от дома отодвинуть чуть дальше. Да. Не знаю, но, по-моему, все хорошо. Вы объяснили. Мужу, муж понял, обещал. Ну, так, ну, смотрите, подводный камень есть все равно. Он же не перестанет париться. Вряд ли такое. В воскресенье он такой один. С Венечком. Ну, так не бывает. Так не бывает. Париться надо каждую неделю. Пусть к друзьям ходит. Поверь, огромное количество женщин сейчас думает, лучше бы дома сидел. Потому что последний раз, когда они с друзьями куда-то поехали, мы летели его от рипера и от шлюх. Так что это не самая ужасная ситуация. Ну, чтобы вы понимали. Ну, я понимаю, но хотелось бы лучше. Хотелось бы лучше, чтобы по воскресенью он просто ставил в уголку. Поддостал, да, муж? Всю неделю работает, а воскресенье дома. Вот тварь. Ну, я не вожу домой. Вот, на всякий случай. Да, да. Давно женат. Если женатый мужчина мусульманин, предлагает за него замуж второй женой. Друзья, я не мусульманин. Я не очень силен в многоженстве и тому подобное. Я точно, я никогда не предложу никому второй женой. Тут, блин, с одной как бы надо. Какое мнение у вас на этот счет? Какое отношение к этому в ведийской культуре и под законом вселенной? В ведийской культура была давно. И по ведийской культуре жен может быть столько, сколько ты можешь, что? Ага. Это по местной культуре. Есть бабки, набрал баб, это чтобы по шлюхам не ходить. А их там, знаешь, дома за это самое, ну, занял, одна готовит, одна рожает. Ну, чтобы не было провалов, да? То есть, ну, одна беременна, а секс есть, там, а одна устала. Ну, то есть, из шести их у одной голова не болит стопроцентно. Понимаете? Нет. Это не который ты можешь содержать, это маленькая составляющая. Это которым ты можешь взять столько женщин, которым ты можешь дать всем защиту. Эмоциональную, физическую, сексуальную, интеллектуальную, эмоциональную, информационную и так далее, и так далее. А что это? Вот ответ на вопрос. Поэтому я очень много консультировал. Братьев мусульман не консультировал. Из мусульманских стран я езжу только в Казахстан по старой древней традиции. Приезжайте к нам в Махачкалу. Я воздержусь. Вот, дай бог, зададут вопрос, а я насоветуюсь. У нас с грозом так красиво, чисто с экскурсионными целями. Мне Казахстан ближе, и я туда лучше поеду. Поэтому, но поверьте, жены, первая, вторая, бывает не только у мусульман. Да, то есть, я не знаю, в Казахстане это официально не разрешено так же самое. То есть, Казахстан светское государство, тут нету какого-то шариата такого, что прямо там, или там, какая-то, Саудовская Аравия, что-то такое. И поэтому, ничем это не отличается от России, там тоже может мужичок завести себе пару, ну, пару жен. И я их консультировал. А-а-а, твою мать, он такой, а-а-а, да. Это жесть. Ну, не так, что давай возьму второй женой. Ну, жил мужик с женой, да, там, семья, там, что-то, дети, там, ну, подразвалилась, он ушел, нашел себе другую, там родила, там, еще что-то, а он приличный человек, он об этой заботился. Ну, а то и заботился, а то и заботился, та подзаболела, а эта близка. Ну, и, короче, со временем как-то поволокло так, что он и там бывает, и там бывает, и такой, говорит, я уж повеситься хочу. Поэтому, если в вашей стране, дорогой, ну, автор письма, если вот мужики есть все-таки неженатые, лучше на них сосредотачивайтесь, там, все так, все так. Тут даже в обычных семьях, там, 70-80% развода, тут любимая вторая жена. Вы шо, эту самую, «Белое солнце в пустыне» не смотрели, там, уже все плохо закончилось. Если в групповом WhatsApp-чате этот мужчина первым из всех читает мои сообщения, «Можно ли считать, что я ему нравлюсь?» Можно сказать, что у него просто дохерища свободного времени, это да, это да. Мне немножко напомнила история. У нас же не будет по кинофильмам лекции? Серьезно, по кинофильмам? Заходите, приколитесь, хорошая тема. Помните, это будет по старым советским фильмам, и есть еще такой фильм, я обычно о нем не говорю, а что-то вот сейчас недавно пересмотрел и понял, что вспомню, и вот решил, что пришло время. Афоня такой фильм есть. Да, и там, да, мол, там она все, ой, а мне показалось, что кто-то звонил. Я подумала, что это вы. И такая, с чемодана мне уже такая, стоишь, да? Ну вот, ой, вампиры посмотрел. Ой, он лайкнул, лайкнул. Это любовь. Ой, мы сеточками зацепились в Ашане. Это знак. Это знак. Нет, девочки. Это может быть все, что угодно. Но. Первым читает. Нравлюсь. Конечно, нравитесь. Но нет мужиков, которые просто у красивых баб читают это. Он у тебя подписан, ты уже ему нравишься. Он, если с тобой разговаривает, то, конечно, ты ему уже сексуально привлекательна. Но вы должны знать, что, не знаю, сто тысяч женщин могут быть мужчине сексуально привлекательны. Мне вообще все женщины, ну, за исключением жутких носорогов, сексуально не привлекательны. Ну, вот и все. Все остальные привлекательны. Они же красивые. Господь создан, ты такая красивая, ты красивая, ты красивая. Все красивые. Все привлекательны. Это не моя заслуга, это заслуга Господа. Он вас сделал. Посмотри на меня. Я могу привлечь чисто. Боже мой. Какая изящная лысина. Какой гигантский нос. Посмотрите, как изящно у него, ну, ну, сало на животе сложено в кубики. Я его хочу. Да, блин, это странно. Хотеть мужчину, если это не Брэд Питт, это странно. Мужчина ценен чем? Мозгами. Мозгами, качествами, действиями и тому подобное. Мозгами. Мозгами. Там есть такой... Это если он в баню не водит. Там мозги есть, а он в баню водит. Встречаюсь с девушкой почти три года на вопрос, хочешь ли ты от меня детей, получаю отрицательный ответ. Так, я хочу от тебя детей. Ты кто ему? Он три года с тобой встречается. Замуж... Подожди, стоп, это же мужик. Стоп, стоп, все. Стоп, стерли. Встречаюсь с девушкой три года. Обычно проблема... Проблема, знаете, какая? Всегда, извините, я сбился. Обычно это проблема женщин. Я прямо вот у меня, прямо переклинило. Ой, он не хочет детей. Ой, муж не хочет второго. Ой, не хочет шестого. Ой, не хочет пятого. Тут мужичок. Все, возвращаемся. Встречаюсь с девушкой почти три года на вопрос, хочешь ли ты от меня детей, получаю отрицательный ответ. Замуж за меня не хочет. Не верит в меня. Постоянно в чем-то подозревает. Я ее люблю и хочу, чтобы наши отношения перешли на новый уровень. И она была моей женой. Подскажите, как этого добиться? Как донести, чтобы она приняла меня таким, как я есть? Ну, тут вот тут вот и собака порылась. Потому что хочу, чтобы приняла меня таким, как я есть. А может ты не очень интересный персонаж, такой, как ты есть. Запомните, это моя бабушка говорила. У меня была очень, очень мудрая старая бабка. Это мой первый преподаватель психологии. Она говорила, что принять мужика таким, как есть, может только военкомат. Понимаете? Поэтому, может, в этом проблема. Может, она от безысходности с тобой встречается. Такое тоже есть. Детей от тебя. Представьте, давайте на секундочку. Уважаемый, без обид, но мужчину надо под зад немножко дать коленом. Вот прикинь, прикинь. Что вообще должно быть в голове женщины, чтобы и мужичок есть, и замуж зовет. А она за него не хочет замуж, ни детей. Это прикинь, как надо постараться. Это вот, когда мы обсуждаем фильм. Помните, я уже забегаю вперед. Служебный роман. Там был вот этот Новосельцев. И от него ушла жена, бросила ему детей. Ну и мы такие, обычно, ну такая же тварь. А я по-другому говорю. А вы тебе представьте, каким надо быть мудаком, чтобы жена от тебя не просто ушла, она еще даже детей от твоих детей, от тебя даже не захотела брать. Потому что она такая, нет, я, нет, это такая ошибка не то, что там родить, это встретить этого человека. Надо куда-то бежать. Прошу учесть, это ж, ну, 70-е годы какие-то. Вряд ли она там кончена наркоманкой, и там она в диспансере где-то подлечивается. Это прикинь, как ты бабу достал. Ну, кстати, так и есть. Давайте последний вопросик. Поэтому, братан, давай что-то меняй в своей жизни, если женщина за тебя замуж не хочет. Может, ты сильно неинтересный? Ну, такое бывает. Женщина хочет замуж, а не таким, как есть. Помогите, пожалуйста, с советом. Как быть, если супруг не дает достаточного количества денег на мои женские нужды? В браке больше 10 лет, двое детей. Я не работаю, полностью завишу от мужа. В свою очередь, я всегда благодарю его, как ему нравится. Забочусь о нем и о детях, уют обеспечиваю. Говорит, что его мама намного меньше денег тратит, чем я. Разве это справедливо? Женские нужды, маникюр, волосы, косметолог, массаж. Ну, я ж не знаю. Ну, я ж не знаю, что там у вас. Потому что, судя по письму, вы богиня, каких мало. А он адский жмот. И вы все делаете. А он такой, я извиняюсь. Я извиняюсь. Вот у меня мама, она там в ауле. Она там свеклой потерла и весь макияж. Поэтому без обид. Но я уж не знаю, почему мужчина не хочет в вас вкладываться. Неизвестно. Там надо разбираться. Потому что письмо, оно такое бывает. Женский. Маникюр, волосы, косметолог, массаж. Неизвестно. Косметолог, массаж. Может он просто букву, ну, не тянет финансово. Такое же тоже есть. Я благодарю. Ну, смотрите, сколько меня не благодари. Жена может заблагодариться до смерти. Я и не куплю остров. Ну, скажу, извини, солнце. Как бы. Не до острова. Конечно, я могу, но... Поэтому уметь жить по средствам, это очень крутой навык у женщины. Да. Но, может быть... Друзья, вы смотрите, тут такая фишечка. Письма, это такая немножко условная вещь. Вы в письме не можете обрисовать все ситуации. Мой опыт такой, что чаще всего пользу от письма, скорее всего, получат весь зал, кроме автора. Ну, имейте в виду, да. И, опять же, когда вы пишете письма, понимаете, что чаще всего ваш вопрос будет в зале выглядеть странно, смешно. И говорят, это ж можно такую херню написать. Ну, правда же, вот кроме твоего вопроса все остальные были смешные. И что за фигня, ну, это такая элементарщина, как может быть? Не, мой вопрос, конечно, серьезный. Это у всех так. У всех так. Потому что, когда у нас проблема, мы немножко предвзяты. Поэтому я, когда отвечаю, я же, ну, как, отвечаю в рамках того, что увидел, услышал. Я вообще мог перепутать мальчика с девочкой и ответить тебе, как девочке. Такое тоже могло быть. Поэтому, ну... Но, с другой стороны, вы что сделали? Благо другим людям. Да, они, возможно, ну... Не знаю, как вы с баней разберетесь, а все остальные все поняли. Понимаете? Ну, правда же, да? И мужики такие, а я баню собирал состроить. Может, все-таки где-то в лесу ее, или все-таки от дома метров 400, да, там, за колючей проволокой, да, там. Или, может, даже дать денег соседу, чтобы он себе построил. Ну, если жена не хочет, зачем оно надо? Такие бабки влупил, и ты, короче, сидишь, как идиот, там, велосипед у тебя стоит, там, зимой. Дорогие друзья, если вы живете в тех городах, которые здесь написаны, то скоро я туда приеду, и мы с вами сможем встретиться на наших шикарных лекциях. Приходите, пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон»!